Страховка почти в два раза дороже. С 12 апреля Банк России поднимет базовые тарифы по ОСАГО в среднем на 40%. При этом у самих страховых компаний будет шанс увеличить стоимость уже до 60%. Почему теперь цены вырастут не только на страховку, узнавал сегодня мой коллега Захар Письменных. Он сейчас в студии в прямом эфире. Захар, а сколько будет стоить застраховать новый автомобиль у нас в городе? Есть ли какие-то конкретные цифры? Илья, на самом деле сегодня с точностью до рубля нельзя сказать, насколько в Красноярске вырастет тариф. Все дело в том, что еще нет официальной публикации постановлений, поэтому красноярские страховые компании не знают пока точных цифр. При этом уже есть данные о том, как увеличатся базовые ставки. Напомню, что они едины по всей стране, и именно исходя из их величины считают конечный тариф. На ваших экранах сейчас подробная таблица, и видно, что страхование некоторых транспортных средств подорожает почти в два раза. При этом, например, страховка для тракторов, напротив, снизится. Снизится и коэффициент в некоторых регионах, например, в Чечне. Ну это, конечно, вопрос, почему в Чечне? Я вот разглядел, что категория B для физлиц может вырасти до 3432 рублей. Это конечная цифра? Нет, Илья, конечно, это еще не конечная цифра. К этой стоимости добавится и территориальный коэффициент, он у нас 1,8%. Плюс многое зависит от количества лошадиных сил, стажа водителя и возраста, естественно, водителя. Сами страховщики говорят, это позволит им такое повышение работать качественнее, не затягивать выплаты и исключить навязывание дополнительных услуг. Кроме того, по словам представителей страхового общества «Надежда», многие страховые компании, которые ушли с нашего рынка, могут снова вернуться в Красноярск. Давайте послушаем. Если не повышать тарифы, то просто страховые компании позакрывают офисы и не будут исполнять свои, либо, еще хуже того, обанкротятся и не будут исполнять свои обязательства. Ожидаемое увеличение страховки по Красноярску, учитывая то, что у нас не меняется территориальный коэффициент, это порядка 40%. На 40% все примерно сразу пересчитали, на сколько будут платить больше. Например, в моем случае у меня максимальный коэффициент, поскольку нет водительского стажа. Но я же правильно понимаю, Захар, что изменится не только сумма, которую платят красноярцы, но это и повлечет за собой некоторые другие изменения. Транспортные компании, пассажирские перевозки, что там говорят? Да, совершенно верно. Повышение страховки – это повышение как раз транспортных расходов, а значит подорожание услуг перевозки. И, к слову, владельцы, допустим, красноярских маршруток сегодня говорят, что уже заложили стоимость вот этой страховки в новый тариф, который требует с правительства края. А вот руководители транспортных компаний уже смело говорят о том, что будут повышать стоимость своих услуг. Я вот убежден, что любой рост, подобный рост, он уменьшает доходы населения, если так разобраться. Рост цен на страховых полисов, все, рост цен на продукты, запчасти, как я уже говорил. То есть жизнь становится дороже, а доходы при этом не увеличиваются. И мы при каждой возможности эти цены для клиентов стараемся поднимать. Ну, на то есть основания. Например, рост цен на запчасти, ГСМ, который я упомянул, и рост цен на страховые полиса ОСАГО в том числе был. При этом перевозчики не исключают роста цены на привезенные товары. Например, продукты, которые привозят нам, допустим, с Алтай автотранспортом, возможно, подорожают как раз в два раза. Но закончить все же хочу приятной новостью. Некоторые депутаты предложили заморозить стоимость услуг ОСАГО до года 2017 года и ограничить рост цен, но это пока только предложение. На этом у меня все. Илья.